В поселке Майском прошел региональный фестиваль под названием «Возвращение к истокам. Путь к возрождению». Площадкой для проведения этого яркого и запоминающегося события стал Местный дом культуры. Фестиваль на протяжении 26 лет содействует возрождению народной культуры, сохранению и развитию традиций, обрядов и обычаев, укреплению мира, дружбы и согласия между народами. Необычайно масштабное мероприятие собрало полный зал зрителей, которые с нетерпением ожидали появления на сцене коллективов народного творчества. В торжественном открытии фестиваля приняли участие глава администрации муниципального образования Кашхабльский район Заор Хамирзов, заместитель министра культуры Республики Адыгея Светлана Кушу и глава майского сельского поселения Андрей Дацко. Они отметили важность сохранения традиций и обычаев народов, проживающих в Адыгее. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна. А Родина, Россия у нас у всех одна. Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех гостей и участников регионального фестиваля конкурса «Возвращение к истокам, путь к возрождению». Республика Адыгея является одной из самых маленьких, но ярких жемчужин Кавказа, в которой в мире и согласии живут разные народы, бережно хранящие свои прекрасные традиции и обычаи. Более 120 народов населяют нашу республику, и всех их объединяет одно – огромная любовь к своей самобытной культуре, своему языку, бережное отношение к дошедшим до нас традициям и обычаям, и трепетное стремление сохранить их для будущих поколений. Я приглашаю на сцену представителей коллективов-участников нашего фестиваля. Геогинский район. Красногвардейский район. Шабгеновский район. Тавтолуганский район. Теучешский район. Майковский район. Город Майков. Город Адыгейск. В этом году Кашихапольскому району, а именно поселку Майский, выпала честь принимать в новом сельском доме культуры, построенном в прошлом году по программе комплексное развитие сельских территорий, мероприятие столь высокого уровня. Мы с большой радостью встречаем гостей в стремительно преображающемся поселке, где наряду с воспоминаниями о тех временах, когда в майском или совхозе «Элит», как он тогда назывался, производилась большая часть парфюмерной продукции тех лет. И об этом знал весь Советский Союз. И именно тогда поселок объединил большое количество разных национальностей, которые по сей день живут в мире и согласии, помня о прошлом и устремив свой взгляд в будущее. Для приветственного слова на сцену приглашается глава администрации муниципального образования Кашикабльский район Камир Зарзаур Аскорбевич. Я очень рад всех вас видеть в этом зале. Замечательное мероприятие, которое проводится на территории муниципального образования Кашикабльского район Камирского район Камирского поселения. Именно вот для таких вещей, для таких фестивалей, которые пропагандируют те ценности, которые мы должны с вами сохранить. Сохранить путь, истоки, национальная культура. Кашикабльский район является очень многонациональным районом. Здесь живут русские, адыги, татары, замечательная татарская диаспора у нас, таджики, армяне, всех даже не перечислить. И всегда здесь было мощь национального согласия. И именно вот такие мероприятия, такие фестивали пропагандируют те ценности, о которых мы должны всегда помнить, и которые мы должны развивать. Мы должны знать и помнить свой язык. Мы должны знать свою культуру. Мы должны знать культуру не только своего народа, но и других людей, с которыми мы вместе проживаем долгие-долгие не годы, а долгие столетия. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, Министерства культуры Республики Атагея. Поприветствовать членов жюри. Я уверен, что сегодня проигравших не будет, потому что в таком конкурсе, в таком фестивале не может быть проигравших. Удачи в вашем нелегком труде. Я думаю, ребята сегодня покажут замечательные постановки, танцы. Уверен, что это мероприятие, сегодняшний фестиваль, войдет в традиции, и ежегодно мы все будем иметь возможность и желание принимать эти творческие коллективы. Еще раз всем большое спасибо, удачи и всем благополучия. На сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Атагея, Светлана Азмедовна Кушо. Конечно, хочу начать с благодарности руководству Кашихабльского района в лице Заура Оскорбевича за такое трепетное и внимательное отношение к культуре. Ну, не применьшая работу Министерства культуры, хочу сказать, что, конечно, такие фестивали способствуют, чтобы рождались и такие дома культуры, и превращались они в центры притяжения. Замечательный фестиваль. Мы встречаемся в таком составе и более расширенном иногда ежегодно. На него собирается вся республика. Очень приятно, что в этом году этот фестиваль проводится в таком красивом зале. Вот благодаря именно работе Министерства культуры и работе руководителей района, главе республики, теперь у нас рождаются, я бы так сказала, вот такие дома культуры. Человек рождается в какой-то традиции, вся его жизнь сопровождается какими-то обрядами. У каждого народа эти обряды, традиции свои. Вот мы интересны и себе, и миру, именно своими традициями, потому что это наши корни. Сохранение этих традиций и обычаев в последние особенно годы очень ценно для любого из нас, для любого человека, потому что огромная, многонациональная, многокультурная Россия, подобных, наверное, мало стран таких существует, нам надо это сохранять. Давайте сохранять именно посредством вот такой культуры. Что хочу еще сказать. Да, Майский, наверное, был самым ароматным, да, ароматным, самым парфюмированным поселком. По сегодняшнему дня ароматы культуры разных народов рассекают всю эту республику, и пусть цветет сегодня родная наша республика. Хочу всем участникам пожелать, как сказал Заврос Кобеевич, не будет здесь побежденных, здесь будут одни победители. Успешного выступления о нашему достопримечательному жюри. Хорошей работы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Для приветственного слова на сцену приглашается глава муниципального образования майское сельское поселение Датско Андрей Григорьевич. Добрый день, уважаемые гости нашего поселения, уважаемые участники данного фестиваля. Мы рады вас приветствовать у себя в поселении. Не первый год уже проходит данный фестиваль. Очень замечательное мероприятие, и поэтому мы не могли остаться в стороне. И на сегодняшний день майское сельское поселение хочет свой приз преподнести победителям данного фестиваля. Здесь в зале у нас присутствуют наши жители, нашего поселения. Они в течение всех выступлений будут оценивать ваше выступление. И потом жюри, когда уйдет, подводить итоги, будет выбирать победителя. Мы точно так же в зале проведем с вами голосование и выберем победителя. На ваш взгляд, кто лучше всех выступил. И посмотрим, совпадет ли мнение зрителей с мнением жюри. Мы приготовили приз, который потом вручим победителям по мнению зрителей. Это будет приз зрительских симпатий. Я хочу пожелать удачи всем выступающим, всем коллективам. Всего доброго и удачи всем. Спасибо, Андрей Григорьевич. Оценивать выступления творческих коллективов будет наше многоуважаемое и компетентное жюри. Сеева Зарема Арсеновна, доцент кафедры истории и культуры адыгов, факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета, кандидат исторических наук, председатель жюри. Абакумова Елена Викторовна, заслуженный деятель искусств республики Адыгея, председатель АРО ВТО, Союз художников России, кандидат педагогических наук, доцент. Басте Асиет Керемизовна, доцент кафедры музыкального и хореографического искусства, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры республики Адыгея. Уварова Анатолий Васильевич, заслуженный работник культуры республики Адыгея. Какой Анзеур Рамазанович, артист Национального театра республики Адыгея имени Ибрагима Цея. Участниками фестиваля стали 9 фольклорно-этнографических коллективов народного творчества. Они представили художественную программу с использованием песен, сказок и сказаний, пословиц и поговорок, обрядовых элементов и шуточных народных игр. Кузьму Демьяна, на Кузьму, Кузьму Демьяна, на девичий праздник, на девичий праздник, выпадала Пороша, выпадала Пороша. Ой, а что это на ночь глядя? Соседские куры раскудахтылись. Да поди, воруют. Как это воруют? Кто? Хлопцы, да девчата. Надо побежать, сказать тетке Матрёне, а то она глухая, не слышит. Да стой, не надо никуда бежать, садись. Сегодня ж такой день, когда кур можно воровать. Какой такой день? В день Кузьмы Демьяна, покровителей ремесел и рукоделий, особенно женских. Но они также помогали мужчинам, плотницкам, кузнецкам в деле. А в народе этот праздник зовется Кузьминки. Кузьминки, смешно. И в этот день принято варить лапшу с куряниной, допечь пирог в курнике. Вот молодежь и ходит, ворует кур, а потом собирается на посиделке, присматривает себе невеста, женихов. Мы что-то по дверям, Михаил. Побегут, не ждал, мне пожаловали. Кто там? Да, я. Сенья. Да, Лизавета. Пустите нас в рыбу. Раздевайтесь, а в сынях да проходите. Выпадала хороша, выпадала хороша, белая хороша, белая хороша. Здравствуйте, тетка Красковья. Здравствуйте, здравствуйте, девицы красавицы. А с чем это вы ко мне пожаловали? А дозвольте нам в вашей избе посиделки устроить. А мы вам за это гостинцев принесли. Сегодня же праздник. Кузьминки об осени поминки. Кузьминки, встреча зимы. Да, конечно, проходите. Таким умницам, красавицам в моей избе всегда место найдется. А будем как-то что? Настя, рукоделие. А еще матушка пирожков передала, еще тепленькие. А я сахарку принесла. А я масло до сметанки. А вот и кочет на лапшу, чтобы куточки водились. На носе стучку забили. Ушастенькие, головастенькие. Утопа, не год. Ой, девчата, ну теперь понятно, откуда хочет. Ладно, располагайтесь, а я пойду травилишую печку подхожу. Ух ты, как глупо. У нас девки, у нас девки, у нас девки посиделочках сидят, у нас девки посиделочках сидят. Пришел к девкам, пришел к девкам, пришел к девушкам незваный гость, незнакомый человек. Кто там? Мы. Мирон. Семен. Да иван. А чем знать? Пришли попеть, поплясать, красных девок повидать. А деньги у вас есть? Есть. А сколько? Гроши. Парни нехорошие. Это чистяки кудрявы, и от кена не взялись. Посмотрите-ка, девчата, под бараном завелись. Такие нам не нужны. А что, хлопцы разве не заходили? Заходили, да мы их прогнали. Наши деревенские вам неинтересны. А где ж других-то взять? Ой, да детки, да это петь громче надо, чтоб в соседней деревне услыхали. Ну, запивайте, а я поквачу. Прилобил иллю на ней тачке, да стоял парень у калитки. Стоял парень у калитки молодой, ты нахуй меня, красавица, водой. Напоилась, в правой руке падала, за обедом парню выговор дала. Парню выговор немаленький, да с головки платок каленький. Кто там? Это мы, Михаил. Антон, да Степан. А чё нать? Да вот пришли попеть, поплясать, Ростных девок повидать. А деньги у вас есть? Есть. А сколько? А рубалёв всех? А лёси? Ну, тогда милости просим. Видишь, какие фарсисты и залили. Да наши девушки тоже непросты. А может, станцуем? А давайте. Лучше. Гадыри. Гадыри. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. Каждая женщина в душе мечтала, чтобы у нее родился сын, у которого когда-то уже будет свой сын, и она доживет до того дня, когда он женится, чтобы поучаствовать в добром и шуточном свадебном опряде новой жиж. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. У Адыгар издавна было много злелищных и красивых обычаях. КОНЕЦ 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 Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Спасибо!